Вот коляска, в которой лежал ребенок. Она находилась там, на балконе. Коляску с трехмесячным ребенком родители занесли в дом. Не успели закрыть за собой дверь, как сразу раздался грохот и звон битого стекла. Ледяная глыба согнула козырек балкона третьего этажа и всей массой устремилась на второй. Согнула мачту антенны, сломала стойку и пробила стеклопакет. Родственники девочки до сих пор находятся в шоке от мысли, что могло случиться. По их словам, домком неоднократно обращалась в управляющую компанию с просьбой очистить крышу от снега и льда. Управляющие компании нам сообщили, что заявки выполнялись, причем накануне чрезвычайного происшествия. Однако с тыльной стороны дома, прямо над пивбаром, нависла зубчатая ледышка и над другими балконами лед уже на честном слове держится. Убирать снег с надстроек – забота собственников, но жители уверены, если бы снег с крыши был убран вовремя, такого бы не произошло. Если бы крыша была почищена, такого бы не было накопления снега. И с козырька постепенно снег бы скатывался и скатывался. Это было годами, этот козырек стоит и постепенно он с него скатывался. Но накопление снега произошло к такому обрушению льда. Уже сегодня в 14 часов возле дома появилась автовышка. Рабочие занялись уборкой снега и сбиванием сосулек. Что касается поврежденного балкона, управляющая компания готова выслушать претензии и даже компенсировать пострадавшим ущерб, но при своем условии. Однако в данном случае речь идет не только о финансовой стороне нанесенного ущерба. По словам родственников ребенка, он пережил сильный стресс от грохота во время схода льдины. И если невролог подтвердит психологическую травму, пострадавшие будут подавать на управляющую компанию в суд. Марина Волкова, Андрей Сегаев. День с толком.